всем привет вы на канале байт мод и в этом видео я расскажу о том что вам следует ожидать к чему вам стоит готовиться если вы планируете самостоятельно установить и настроить хакинтош на вашем компьютере сейчас у меня компьютер на платформе x79 конечно же с китайской материнской платы и процессором xeon и на этот компьютер я установил и настроил хакинтош на одном ssd nvme на нем стоят такие операционные системы как macos montaray macos mohavi windows 10 и ubuntu 22 они запускаются и работают с определенными нюансами когда я задался целью установить современный хакинтош на данный компьютер современный хакинтош подразумевает под собой современную macos современную стабильную macos на тот момент это была macos montaray 12.6.1 так вот когда я задался этой целью я не нашел в интернете ни одного работающего гайда следуя которому от начала и до конца можно было бы установить macos montaray на платформу x79 возможно были какие-то другие гайды более старые для установки и настройки от начала и до конца старых предыдущих версий macos но я рассматривал именно macos montaray кстати на тот момент и на текущий последняя скажем так стабильная хоть и не особо ну короче релизная версия macos это ventura но ventura официально не поддерживается на платформе x79 потому что процессоры на для этой платформе не имеют avx в 0 но вроде с какими-то особыми костылями ухищрениями ventura можно установить но для этого как минимум понадобится уже работающий macos так вот я не нашел ни одной работающей инструкции по своей теме поэтому пришлось перелопатить много материала потратить немало времени и я планирую записать ряд видео уроков ряд гайдов о том как поставить хакинтош на платформу x79 но об этом в будущих видео в этом же видео я хочу вас осветить в той теме что что вам следует ожидать если вы планируете на свой компьютер без разницы на какой платформе установить и настроить хакинтош под словом установить и настроить под этим выражением я подразумеваю то что вы будете понимать каждый этап того что вы делаете каждую настройку которую применяете а не просто вслепую бездумно перебирать разные конфиги и разные ефи конечно если просто делать такой brute force перебор разных настройках конфигов разных папок ефи возможно получится быстрее но вы будете зависимы от вот этого чего-то непонятного для вас и так ваш хакин тоже будет работать менее стабильно если вы не в курсе что же такое хакинтош это слово пошло от слова макинтош и макинтош вроде бы означает так раньше назывались то ли старые компьютеры от apple самые первые то ли раньше так называлась версия macos то есть операционная система от macos сейчас же компьютеры от apple называются просто обобщенным словом mac либо macbook mac pro mac mini аймак в зависимости от того о какой модели идет речь версия операционная система apple называется macos раньше до версии 10.11 телекапитан она называлась osx до этой версии включительно а с версии 10.12 начинается название macos так вот раньше компьютер от apple и те компьютеры которые вы могли собрать самостоятельно можно было собрать свой компьютер на тех же комплектующих плюс минус тех же которые есть в компьютерах от apple то есть процессоры intel и видеокарты amd и энтузиасты подумали если комплектующие от не те же почему бы не взять и не установить операционную систему от apple на обычные пока так и началась идея и зарождение хакинтош и хакинтош до сих пор живет хоть и будущее его немного туманно связи с тем что уже почти два года apple выпускает компьютеры на своих собственных процессорах они на процессорах от intel так вот хакинтош это вкратце установка macos на пк на компьютеры не от компании apple и первое что вам понадобится это совместимое железо хакинтош можно установить не на любой компьютер хоть это unix подобная система то есть скажем так грубо говоря отдельный дистрибутив linux но это не как linux и macos хакинтош нельзя установить на любой роутер любую кофеварку любой холодильник образно говоря конечно для работы хакинтош нужно определенное совместимое железо и когда вы соинтересуетесь темой хакинтоша начните именно с выяснения совместимые или комплектующие вашего компьютера для установки хакинтоша об этом речь пойдет другом видео и о многом другом в других видео второе что вам понадобится при наличии совместимого оборудования это время офигеть как много времени метафора вагон времени здесь не подходит больше подходит метафора поезд товарняк времени если такая метафора есть смело выделяйте под настройку под установку настройках хакинтоши минимум неделю а это я напоминаю 7 суток все конечно же зависит от того насколько совместимое у вас оборудование насколько оно удачное насколько вы удачный и насколько вы опытный пользователь насколько умеете гуглить возможно вам удастся настроить хакинтош за меньшее время но опять же под словом установка и настройка я подразумеваю что вы будете понимать все этапы того что вы делаете а не бездумно перебирать чужие конфиги чужие папки и ефи третье что вам понадобится это более-менее быстрый стабильный интернет дело в том что если вы делаете загрузочную флешку с macos из-под windows то большинство гайдов показывают как установить macos используя урезанную версию macos так называемую recovery macos macos для восстановления это macos в виде dmg файла весит около 900 мегабайт или 600 в зависимости от версии а полноценная версия macos в виде dmg файла весит около 12 гигабайт и при установке macos из флешки с recovery версии полноценная версия будет скачиваться полностью а потом устанавливаться и если у вас медленный интернет то вам придется этот процесс поставить на ночь а также бывает так что при установке macos компьютер ноутбук обычно это с ноутбуками происходит уходит в сон и вам раз в несколько минут нужно будет вводить курсор мыши чтобы этого не произошло так что желательно сделать загрузочную флешку с полноценной версии macos а если это если у вас под рукой только windows либо linux то сделать это будет крайне проблематично но это возможно из-под windows и я покажу как это сделать в будущих видео четвертое что вам понадобится это технический склад ума и умение искать и находить информацию а это значит что вам придется перебирать несколько вариантов запросов в поисковиках которые подразумевают одно и то же являются синонимами и искать информацию переходить по ссылкам не только на первой странице в поисковой выдаче на 2 5 и 10 тоже и так с каждым синонимичным запросом то есть также помадам это сознание более-менее какое-нибудь знание английского чтобы подбирать синонимы и перефразировать запросы помимо использования поисковых сервисов таких как google и яндекс ограничиваться гуглом точно не стоит вам придется искать ответы на вопросы и на поисковиках внутри каких-то конкретных форумов по хакинтошу а также и например на на специализированных группах по хакинтошу вконтакте либо в телеграме искать информацию на их стенах мне например поиск информации по стене в группе вконтакте помог решить вопрос с настройкой моего комбо модуля broadcom bcm4331 на macos monterey хотя многие говорили что это невозможно пятое что вам понадобится это второй работающий компьютер это необязательное требование но желательно если вы не опытный пользователь тогда наверное обязательное дело в том что при установке macos скажем так по фэн-шую во многих гайдах речь идет о том чтобы стереть отформатировать накопитель который есть в компьютере на который вы ставите хакинтош обычно это один накопитель 1 ssd либо 1 hdd и при установке macos вы будете его форматировать то есть он будет чистый под ноль соответственно вам нужно будет устройство куда вы можете закупать забыкапить данные с уже этого работающего компьютера но а если что-то пойдет не так при установке либо настройки хакинтоша и после форматирования вашего диска он не запустится вам нужен будет второй компьютер чтобы как-нибудь подкорректировать конфиги там перенастроить папку ефи и так далее потому что с уже чистого отформатированного диска на котором macos не запускается это сделать не получится конечно если вы опытный пользователь разбираетесь в том как разбивать диск на разделы как например создать ефи в середине диска и так далее форматировать ваш накопитель вам возможно и не придется но если у вас установлена винда то вам придется как минимум переназначить папку ефи раздел ефи дело в том что windows при установке на уефи через уефи она создает раздел ефи размером около 100 мегабайт для того чтобы macos установилась без проблем нужен раздел ефи не менее чем 200 мегабайт либо при установке будет выползать ошибка и установка не будет завершена из под windows можно удалить существующий раздел ефи разбить диск на раздел и создать ефи там где-нибудь в середине в конце диска и под установку macos выделить отдельный раздел который будет форматироваться именно раздела не весь диск при установке macos но опять же это могут делать только опытные пользователи но по фэншую все же рекомендуется сделать так чтобы ефи раздел был самом начале ефи раздел корректный для установки macos то есть не меньше 200 мегабайт так что как я уже сказал в пятом пункте второй компьютер желательно обязателен следующий шестой пункт это наличие нескольких флешек как usb 2.0 так и usb 3.0 usb 3.0 не обязательно флешка возможно внешний жесткий диск или внешний ssd либо еще что-нибудь внешне что может подключаться именно по usb 3.0 если у вас в материнке есть порты usb type-c то и устройство usb type-c которые поддерживают как usb 3.0 так и usb 2.0 вам тоже понадобится дело в том что в macos в osx начиная с версии 10.11 el capitan компания apple ввела такое ограничение что в macos не может быть usb портов больше чем 15 штук и при установке настройки кинтоша вам нужно будет сделать специальную карту usb чтобы отбросить порты которые не входят в это число 15 а usb порты в данном случае это не usb гнезда так сказать если вы не в курсе usb порт usb гнездо 3.0 она в себе совмещает два порта порт usb 3.0 и порт usb 2.0 соответственно usb порты в данном случае рассматриваются как порты которые распознает операционная система а не как гнезда на вашем компьютере поэтому даже если у вас мало usb портов usb гнезд меньше 15 то usb портов может быть больше 15 но это тоже тема для отдельного видео и соответственно при составлении карты usb вам нужно будет протыкивать все порты для этого понадобятся устройства которые поддерживают работу через порт и если у вас нет флешки usb 3.0 то у вас вряд ли что не получится возможно прослушав все это вы вы задаетесь вопросом а в чем разница между установкой и настройкой mac и установка настройкой хакинтош это не совсем одно и то же я бы даже сказал вообще не одно и то же установка и настройка mac osb это один из этапов установки и настройки хакинтоша установка и настройка хакинтош подразумевает под собой настройку вашего пк чтобы он был максимально совместим для работы с mac osb и был максимально стабилен при работе через mac osb если вы установили mac osb на ваш пк увидели рабочий стол mac osb не радуйтесь это в лучшем случае только 50 процентов от установки хакинтоша в худшем это только одна треть либо даже меньше установка и настройках кинтоша подразумевает под собой настройку энергосбережения вашего процессора чтобы в нем работали такие технологии как спидстеп turbo boost спидшифт и другие чтобы работала аппаратное ускорение на вашем видео адаптере то есть работало декодирование и кодирование h264 кодеков h265 на вашей видеокарте они силами процессора это очень помогает при видеомонтаже естественно при просмотре видео на ю тубе и так далее настройка usb портов о которой я сказал ранее также если у вас ноутбук то с ноутбуком дополнительный геморрой в том плане что нужно будет настраивать работу веб-камеры настраивать работу функциональных клавиш на то чтобы увеличивалась либо уменьшалась яркость вашего монитора при использовании этих функциональных клавиш и так далее с ноутбуком геморрой больше чем с установкой пока с установкой хакинтош на пока также если вы устанавливаете несколько операционных систем на ваш хакинтош несколько macos и другие операционные системы то это накладывает дополнительное время на тесты я нигде в интернете нашел список того что и как нужно протестировать полноценный список конечно отдельно урывками есть там протестировать энергосбережение процессора чтобы в intel power гаджет все было нормально чтобы аппаратное ускорение работало там хакинтул либо в видеопрос оно отображалось чтобы избе порты все работали так далее но есть и другие нюансы например я установил на свой хакинтош на свой компьютер macos monterey macos mohavi ventus 10 начал проводить тесты в бенчмарках которые есть на всех этих операционных системах и подумал решил выяснить в какой же операционной системе результаты будут 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 лучше какая из них работает наиболее производительно на одном том же железе и когда начал проводить тесты заметил что в windows 10 результаты в сэмбэнч на тысячу баллов хуже в windows 10 около 6 тысяч баллов выходила а в windows точнее в macos monterey macos mohavi около 7 тысяч баллов я потом проводил тесты уже с включенными программами для отслеживания всяких показателей с датчиков чтобы отображалась у меня информация о частотах на ядрах и так далее и заметил что в windows у меня частота ядер всегда отображается на двух с половиной гигагерц короче начал копать эту тему и выяснил что при использовании кастомного дстд файла который мне необходим для работы macos open core этот кастомный дстд файл запускает точнее подкидывает во все операционные системы не только в macos и в windows работа ломается с этим дстд файлом и пришлось еще потратить время на исправление этой проблемы поэтому если у вас снять как операционных систем то проводить тесты и смотреть за работой этих операционных систем вам придется во много раз больше это дополнительное время также к вопросу времени если вы никогда не работали до этого в macos вам понадобится потратить время на изучение особенностей работы macos хоть с виду кажется все плюс минус также как windows открываем папки запускаем файлы и так далее но как говорится дьявол кроется в деталях например в macos для того чтобы запустить программу скачанную не из appstore иногда придется столкнуться с такими процессорами как декарантин а если вы используете какие-нибудь непопулярные пиратские программы то возможно придется выполнять добавление цифровой подписи после активации программы и так далее в macos тоже куча своих нюансов работы и если вы не готовы тратить неделю минимум неделю на установку и настройках винтоша чтобы вы понимали что вы делаете каждый этап каждую настройку то конечно же давно есть люди которые этим занимаются я не буду рекламировать какого-то конкретного это не является целью данного видео но если вы хотите сэкономить время то где-то цена установки хакинтош около 3000 рублей на момент середины декабря 2012 года 2020 22 уже заговариваюсь и воспользуйтесь поиском по сообществом вконтакте введите слова хакинтош на русском английском посмотрите что предлагают группы что предлагают специалисты узнаете у них условия и так далее так вы сэкономите все время также такие люди есть как в телеграме так и на ютубе если вы интересовались темой хакинтош и смотрели видеоролики по хакинтошу думаю в описании видео вы замечали что некоторые выкладывают свои свои реквизиты точнее там где можно с ними связаться для коммерческих предложений и так далее но опять же не исключен факт что специалисты тоже не знают каких-нибудь нюансов полностью если вам нужно несколько операционных систем и не исключено что в какой-то операционной системе все будет не так стабильно работать как в другой пример та же работа windows о которой я говорил ранее подводя итог хочу сказать что если вы опытный пользователь компьютера и заинтересовались темой хакинтоша то запаситесь большим количеством времени если хотите установить и настроить хакинтош самостоятельно если вы не опытный пользователь но тоже хотите все сделать сами от начала и до конца без чьей-либо платной помощи тогда запаситесь также огромным количеством времени вам оно понадобится на этом все с вами был байт мод всем удачи и пока